В Сочи стартовало первенство России по фехтованию среди юниоров. Как и всегда, в первый день было много волнения не только у спортсменов и зрителей, но и у самих организаторов. Несмотря на это, судейско-техническая комиссия сработала на отлично, в соответствии со всеми необходимыми стандартами. Потому организаторы уверены, на этом турнире любой спортсмен может показать свой максимум. Я хочу пожелать им всем, чтобы отобрались по-настоящему сильнейшие. Мы для этого с помощью организации соревнований и объективного судебства делаем все возможное. И чтобы пожелать всем ребятам, чтобы они были достойной смены тем спортсменам, которые блестяще выступили на Олимпийских играх в Рио. В первый день за звание чемпиона России сражались шпажисты. Одними из главных претендентов на победу были петербуржцы Георгий Бруев и Олег Кныш. Последний идет сейчас на первом месте во всероссийском рейтинге. Да, но это очень тяжело, во-первых, туда забраться, но еще тяжелее этому удержаться. Ну, первым номером, ну, первый и первый. Я знаю, что прекрасно, что у нас шпаги это постоянно меняется, поэтому нельзя ни в каком случае расслабляться. У нас, к тому же, еще два этапа Кубка мира, поэтому все еще может поменяться, поэтому я не думаю расслабляться. А чемпион мира 2016 года по юниорам Георгий Бруев идет вторым в таблице. Но он, как и Кныш, не придает этому никакого значения. Ну, я особо не думал об этом. Мне все равно, я как бы буду фиктовать для себя, и там уже как получится. А получилось у Георгия добраться до бронзовой награды. Путь к финалу ему преградил москвич Павел Андреяшкин. Олег Кныш и вовсе не добрался до наград. В одной восьмой он уступил Георгию Буянову. Буянов в итоге и выиграл первенство России, одержав победу над Андреяшкиным со счетом 15-9. Ведь примечательно, что оба финалиста тренируются вместе и у одного наставника. Я, ну так на самом деле, там если я бы выиграл, или он бы выиграл, то там уже без разницы. Но главное, что с одного зала, тренера у нас один, вот, с профессионалом Фикши Камальдзинов. Первый день Кубка России принес немало сюрпризов. А значит и весь турнир должен получиться весьма интересным и захватывающим.